Потому что у нас разрушен институт семьи. Подпишись, чтобы понимать, что на самом деле происходит в стране. Как вы считаете, для чего люди женятся и выходят замуж? Наверное, для создания семьи, для того, чтобы, может быть, отношения были более крепкими. Может быть, кому-то это помогает. Потому что они любят друг друга. Для создания семьи, выращивания детей, конечно. Так сказать, и с демографией борются. Чтобы создавать что-то новое. Чтобы развиваться вместе быстрее и интереснее. Ну, любить друг друга. Хотят вместе жизнь провести. Для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы больше времени проводить вместе, заводить детишек. Людям нужна взаимоподдержка. Человек, на которого они смогут оперяться в будущем. К которым всегда можно будет обратиться с чем-то. С которым они хотят провести всю жизнь. Потому что это важно. Быть с кем-то рядом, не одному. Создавать ячейку общества. Своё окружение. Семья – это самое близкое окружение, которое можно создать. Для продолжения жизни. Конечно, чтобы жизнь не прекращалась на земле. Чтобы дети были, внуки были. Ну, для полной жизни. Ну, чтобы жить вместе и счастливо. Это же любовь. Поэтому и женится. Для того, чтобы стать ближе. И чтобы какие-то семейные ценности приобрести. И как-то друг другу быть с опорой. Как зачем? Это вообще, мне кажется, смысл жизни. Чтобы потом появился маленький человечек, самый любимый на свете. Ну, наверное, по любви изначально. Чтобы поддерживать друг друга. И чтобы расти детей. Почему в России много разводов? Вот за прошлый год на 10 врагов пришлось 7 разводов. Это из-за недопонимания друг друга. Бытовая. Мы тоже через это проходили. Наверное, люди становятся нетерпимыми. Не любят прощать каких-то ошибок. Потому что они не слышат друг друга. Люди в парах. Любовь, наверное, проходит. Потому что люди слишком торопятся. Не узнают друг друга. Молодые обычно делают вначале карьеру. Вот уж потом думают о семье. А проходят годы и, в общем, не успевают. А потом бывает уже поздно. Прежде всего, люди идут по легкой тропе. Вот это вот. Обязанности семейных. Они освобождаются, на мой взгляд. Мне кажется, люди не умеют разговаривать друг с другом. Не умеют слышать друг друга и обсуждать это между собой. Мне кажется, просто люди разучились ценить то, что у них есть. А самое главное, я считаю, что это любовь. Это отношение, взаимопонимание. Не важно, есть у тебя деньги, нет у тебя денег. К сожалению, у нас сейчас все сводится только к одному, к этому. Не знаю. Ну, наверное, хочется людям так. Можно разводиться, разводиться. Ничего плохого в этом тоже не вижу. А я думаю, наверное, потому что мы сейчас живем в мире, где более свободные нравы, где у людей меняются приоритеты, ценности. И, возможно, сейчас мир требует каких-то новых веяний в отношении того, чтобы люди научились друг с другом классно коммуницировать. Возможно, сейчас у людей мало терпения. И, наверное, не могут проявить понимание к другим людям. То есть все же мы личности, надо друг друга уважать. Больше разговаривать. Телефон заменил, к сожалению, живое общение. Потому что несовместимость и жизнь такая пошла, что кто-то, значит, гонится с деньгами, кто-то, значит, что-то ищет. А любви-то нету, наверное, скорее всего. Молодежь-то она сейчас совсем другая. Молодежь остается уже в третьем месте на каком-то. Это мы же совсем другие были. У нас была любовь. Нам не важно было, что есть у нас. Машина, квартира. Это не важно. Сейчас захотели вот сразу им все подавать. А если нет, то разбежались. Потому что у нас разрушен институт семьи. Большинство браков распадается, например, на первом году жизни ребенка. У женщины и у мужчины нет помощи для того, чтобы справляться с какими-то проблемами в семье. А то часто так бывает, что браки распадаются на этом фоне. А как вы считаете, насколько нормально, когда дети воспитываются в однополых семьях, то есть с мамами и бабушками? Ну, это, конечно, ненормально. Ребенок должен быть воспитан в полной семье. Нет, ненормально. А что делать, если папа нет, допустим? Папа пропали. Мне кажется, так большинство семей в России живут, и это уже как-то стало нормой, хотя это не норма. Потому что у ребенка должно быть оба родителей, чтобы оба принимали участие. Нет, ненормально. Но для меня это как бы... Я тоже воспитывалась только с одной из мамы, и отца не хватало. Я считаю, что это ненормально, и только для этого мы сохранили семью. Ну, лучше бы, конечно, чтобы были и мама, и папа. Нормально. Сложно сказать о нормальности. Ты как считаешь? Я с тобой солидарна. Мне, наверное, тяжело об этом судить, потому что я в своей жизни с таким не сталкивалась. Ситуации в жизни бывают разные, и, наверное, каждому необходимо пройти свой путь. Все равно мужское, да? Нужно мужское воспитание. Но жизнь такая пошла. А куда деваться? Ну, частично это нормально, конечно, но хорошо бы, если бы участвовали двое родителей в воспитании детей. Ну, это ненормально. Ну, ситуации разные в жизни бывают. Бывает же, что папа просто физически либо не может находиться либо с работы, либо какая-то трагедия происходит. Это разные вещи. Тут нужно отдельно рассматривать каждую ситуацию. Неполное воспитание получает ребенок. Особенно сыновья должны иметь отца, воспитываться у родителей в полной семье и получить мужское воспитание. А так, конечно, я считаю, что ребенок должен расти в семье. Однозначно и жить отдельно от бабушек и от дедушек. Нет, мы только за то, чтобы была мама, была мама и папа. То есть это мужчина и женщина, а за однополые браки мы против этого. Ну, не браки имеется в виду, а с мамой и бабушкой. А, только с мамой и бабушкой? К сожалению, такая ситуация, наверное, из поколения в поколение. Мужчины нас защищают. Они на войнах. Они уезжают зарабатывать деньги. И, к сожалению, такое случается, что воспитывают только мамы и бабушки. В принципе, ничего страшного в этом, мне кажется, нет. Если заложить правильные нормы поведения. В данном случае маме нужно предпринять такие действия, чтобы в жизни ребенка были мужчины. Если это мальчик, если это сын, значит, в качестве примера должен быть, например, тренер по плаванию или по борьбе, или мужчины, другие мужчины семьи, дядя, дедушка. Другое общение с мужчинами. И тогда это снивелирует отсутствие отца. А государство что может сделать, чтобы было меньше родителей и одиночек? Я считаю, что государство и так много чего сделало. Раньше, например, никаких социальных поддержек не было. Моя мама работала день и ночь. А сейчас очень много детских, я считаю, платят. И это помогает. Дело не в государстве, дело в самих людях. Да ничего не сделают. А что они могут сделать? Папа привлекать к ответственности. Если он платит алименты, чем они могут его привлечь? Ничем. Его же не заставят жить с мамой, от которой он ушел. На первых порах это быт заедает, неустроенность, конечно. А если сразу при создании семьи будут предоставляться все услуги, и жильем будут обеспечены, и всем, конечно, будет меньше разводов. Чтобы было меньше родителей-одиночек. Я думаю, что это не совсем зависит, наверное, от государства. У государства должно воспитывать в людях идею, что жить в семье – это правильно, а жить по раздельности – это неправильно. Нынешняя жизнь вполне позволяет жить в браке, в семье. Всего на все нужно быть дисциплинированным и ответственным. Мне кажется, здесь вообще от государства это вообще не зависит. Все зависит только от нас. Государство здесь вообще не, причем от слова совсем. Мне кажется, здесь нужно действовать на этапе просвещения семейных ценностей. Ну, точнее, надо начинать с молодежи, когда они еще только задумываются, например, о семье, для того, чтобы они понимали, в чем состоит семья, что они могут получить от семьи, и на чем она строится вообще. Когда мы в себе взращиваем опору, и значит, в другом человеке, в присоюзе, мы тоже будем сильны. А если мы внутри маленькие дети, то два маленьких ребенка не могут построить крепкую семью. Это если государство, то да, наверное, воспитывать определенные ценности уже со школьной скамьи, а может даже и раньше. Самое первое, что мне пришло, это повысить, наверное, налог на разводы. А так, в принципе, поддерживать молодых, потому что молодым семьям действительно тяжело. Приобрести жилье, например, на первоначальном этапе. Возможно, выделять больше льгот, повышать различные, может быть, бесплатные курсы вести для молодых семей, или вообще для семей, психологов бесплатно сделать, чтобы укреплять отношения именно между людьми. Вести институты семьи в школах, в различных колледжах, институтах. То есть вот если бы об этом рассказывали больше. Это нужно воспитывать с пеленок, рассказывать о плюсах семейной жизни. Как здорово, что у ребенка есть мама и папа. Приучать ребенка с пеленок в детских садах, в школах. Государство и так все делает. Все, чтобы семьи были, чтобы дети в семье воспитывались. Но, извините, не все же можно государство сделать. Государство можно было спонсировать больше. Нет, оно и так спонсирует. Еще больше. Нет, еще больше куда. Нормально все. Но, извините, но это же зависит не только от государства, да? И от нас самих, от этой молодежи, как мы воспитаем своих детей. Что должно быть ценным. Семья на первом месте должна быть. А у нас же это не так сейчас. Досмотрел до конца? Поставь лайк, чтобы голос регионов услышали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.